Ре, Вис, Этерс, Ирте 20-летний ненавистные комментарии получили технологические гиганты и соцсети в течение шести недель. Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, а также Instagram, TikTok и другие соцсети подписали кодекс действия для борьбы с такими комментариями. 62% жалоб на ненавистнические комментарии удовлетворяются. Мониторинг показал, что больше всего ненависти в комментариях о секс-меньшинствах. Появляется и ксенофобия, ненависть к мигрантам, цыганам, мусульманам. Для Латвии особо чувствительны темы вакцинации и медицины. Это такой стадный инстинкт. Если другие видят, что можно говорить все, что хочется о вакцинации, то почему я должен молчать, если думаю так же? В конце все это заканчивается массовой ненавистью. В Еврокомиссии идут дискуссии о том, что язык ненависти, как и преступление. На почве ненависти нужно включить в список преступлений Евросоюза. В крупных технологических компаниях говорят, мы не можем запретить людям выражать свое мнение. Но преступление в реальной жизни остается преступлением и в интернете. Эти платформы должны убедиться в том, что площадка, которую они предлагают пользователям, следует букве закона. Одно дело, если человек нецензурно выражается, высмеивает и делает, это очевидно. Но другое, когда человек в приличной манере выплескивает очень много зла. Редактор социальных сетей говорит, важно, чтобы были критерии, которые помогут определить, какой случай является нарушением. Грань очень тонкая, а иногда даже неопределяемая.